Всем привет, друзья! Это альтернативный сюжет про игру в кальмара в аниме One Punch Man. Думаю, вы уже слышали об нашумевшем корейском сериале, который обязателен к просмотру лицам старше 18 лет. В этом видео вы увидите эту игру в аниме One Punch Man, куда будут приглашены герои из данного аниме. Интересно? Тогда поставьте лайк и подпишитесь на канал. И напишите в комментариях, про какое еще аниме вы бы хотели увидеть подобное видео. Возьмите что-нибудь поесть и налейте себе чайок. Ну а с вами, как всегда, Аниманга. И мы начинаем. Любишь фильмы, но ограничен во времени? Переходи на канал LogLine и смотри фильм всего лишь за 10 минут. Ссылка в описании. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Итак, обычный день. Сайтама, как обычно, шел за покупками в магазин. После, по дороге домой, он встречает одного незнакомого мужика, который извиняется и просит минуточку внимания. А? Ты кто? И что тебе надо? Незнакомец предлагает Сайтаме сыграть с ним в одну игру. Если он выиграет, то получает 100 тысяч долларов. Услышав эту сумму, Сайтама заинтересовался и спросил у мужчины. Эй, если ты решила дурачить меня, то пожалеешь? Конечно, нет. Я всего лишь хочу сыграть с вами в игру. Сайтама подходит к нему и спрашивает у него, в какую игру он хочет сыграть. Тот отвечает, что игра называется Даг-Джи. И спрашивает у Сайтамы, знаком ли он с такой игрой. А? Даг... Даг... Что? Мужик достает две разноцветных бумажки и говорит, что с помощью одной, которую он выберет, ему нужно ударить бумажку своего противника и таким образом перевернуть ее. Сайтама говорит, что понял и соглашается на игру. Напоминаю, каждый раз, как ты выигрываешь, ты забираешь свои 100 тысяч. Мужик отдает одну бумажку Сайтаме, а вторую кладет на пол и просится этому начать. Тот с ухмылкой на лице со всей дури бросает бумажку на вторую. Да так, что из-за сильного удара обе бумажки вылетели в космос с другой стороны планеты, таким образом проделав огромную дыру. Прогремел взрыв и неслабое землетрясение. Мужчина, предложивший игру Сайтаме, был очень удивлен увиденным. Он никак не ожидал от Сайтамы такой невероятной силы, но он только обрадовался этому. Впечатляет! Сайтама, ты выигрываешь свои 100 тысяч. Мужчина достает кейс и отдает его Сайтаме прежде, показав ему деньги, которые находятся в нем. Тот с радостью забирает эти деньги. Он думал о том, сколько же всего вкусненького он сможет купить за все это. А мы ведь с вами знаем, что Сайтама любит частенько ходить в магазины за покупками. Особенно во время скидок и распродаж. Но с этими-то деньгами он может и не ждать все это и сходить туда, когда захочется. Этот незнакомец отдает Сайтаме золотую карточку, где указано время и место, куда он должен прийти. И кстати, у тебя также есть право пригласить туда своих знакомых героев из своего класса. Если те захотят участвовать в игре, вы все должны будете прибыть в место, которое указано на карточке. Не опаздывайте и запомни, места ограничены. Но сейчас можешь идти домой и поговорить со своими друзьями. И узнать, захотят ли они участвовать. Сайтама, как ни в чем не бывало, поворачивается и идет домой. Где неожиданно оказываются его знакомые. Геннесс, Кинг, Бэнк со своим старшим братом Бомбом и даже Фубуки. Сайтама удивился, увидев всех у себя дома. О, Сайтама, привет. Я тут пришел забрать свой игровой диск, который ты брал у меня. Эм, понятно. Сайтама, а что у тебя в том кейсе? А, это... Это мои деньги, которые я только что выиграл. А, кстати, меня пригласили в игру, где я смогу заработать еще больше. И завтра я собираюсь пойти туда. И еще этот странный мужик сказал, что я могу взять с собой своих друзей. Мастер, я пойду с вами, если вы не против. Деньги? Хм, ну раз Сайтама туда идет, почему бы и нет? Если буду держаться рядом с ним, то все будет хорошо. Сайтама, и я тоже пойду с тобой. Ха, думаю, без меня вам не справиться. Что бы там ни было, я вам пригожусь. Ха, что ж, в таком случае мы не можем стоять в сторонке. Мы с братом тоже пойдем с вами, Сайтама. Да, брат, почему бы и нет? Ха, ну ладно, раз вы хотите, почему бы и нет? Сайтама рассказывает им о мужчине, которого он встретил. И о том, что сыграл с ним в игру и выиграл сто тысяч. И что тот предложил сыграть в игру, которая начнется завтра. Он показывает им карточку, где указано время и место, куда они должны прибыть. После чего все расходятся по домам, договорившись, что встретятся в том месте. Итак, на следующий день Сайтама вместе с Геннессом идут на место встречи. И встречают там всех остальных. О, Сайтама, Геннесс, так вы пришли? Осталось совсем немного времени. Проходит буквально несколько минут, и к ним подъезжает машина, в которую открывается дверь. Эх, кажется, нам нужно садиться в машину. Все садятся в машину, после чего дверь закрывается, и они начинают ехать. Внезапно водитель пускает усыпляющий газ. Учитель, это усыпляющий газ. Я взорву эту машину к чертям. Сайтама, как ни в чем не бывало, просит Геннесса этого не делать. И спокойно дышит. Геннесс был удивлен тем, что газ не подействовал на Сайтама. Как и почти на всех, кроме Кинга и Фубуки. Бэнк вместе с Бомбом тоже были в себя. Геннесс, это, наверное, тоже часть игры, так что успокойся. И раз уж, по идее, мы должны были уснуть, не ори тут и веди себя тихо. Водитель поворачивается к ним, и все сделали вид, как будто бы уснули. Геннесс щепотом говорит с Сайтами, что он записывает все геоданы, куда они направляются. И говорит, что это слишком странно выглядит для обычной игры. Проходит около часа, и Геннесс узнает, что они добрались до окраин их заброшенного города Зент. Где они вместе с Сайтамой и живут. Геннесс был удивлен этим и не понимал, зачем они туда поехали. Мастер, мы в городе Зетт. И учитывая, что здесь не живут люди, я питаю только монстры, кроме вас. Это очень странно, что здесь проходят игры. Геннесс, тише. Не порти все. Сайтама и все остальные доезжают до места. После чего огромное количество таких же автомобилей ставят в одном большом помещении. Водитель выходит из машины, после чего открывается дверь. Их пытаются вытащить. Но Сайтама нечаянно открыл глаза. И тот человек в красной одежде и с черной маской вскрикнул от неожиданности. Так как все должны были быть усыплены газом. После чего Геннесс и все остальные открыли свои глаза и вышли из машины. Вокруг было очень много подобных солдатов с оружием в руках. Все нацелились на них. Они узнали кибердемона Геннесса и серебряного клыка Бенга. Вместе с самым сильным героем Кингом. Они были удивлены и увиденным. Не может быть. Внимание. Здесь Кинг и Кибердемон Геннесс вместе с серебряным клыком. А? Чего ты тут разорался? Тот мужик сам сказал, что можно взять с собой знакомых. Знакомых? Как-то обидно даже, Сайтама. Внезапно со второго этажа появляется очень странный человек в черной маске. Который просит всех солдатов отпустить оружие. И что? Это же наши гости. Они прибыли сюда играть. Не так ли, друзья мои? А, ну да. А зачем вам эти маски? И почему все одеты в красные, а на вас все черное? И маска отличается. Я ведущий этой игры. Вот же черт. Герои С-класса. Неужели они пришли с Сайтамой? Который состоит лишь в Б-классе. Вы, конечно, замечали, что Генос и Кинг и остальные шли в город Зет. Но мы даже представить себе не могли, что они знакомы с Сайтамой. Что ж, как бы то ни было, думаю, мы с ними справимся. А может они и вправду пришли, чтобы сыграть? Ведущий попросил сопроводить наших героев и подготовить к предстоящей первой игре. Им дали одинаковую одежду, за исключением номерных знаков на груди. После их отправили в большой зал. Было очень много людей, которые спали в железных кроватях. Бэнк заинтересовался и спросил, почему все спят. После чего Генос отвечает ему, что это, скорее всего, люди, которых усыпили по дороге сюда. Проходит немного времени, и люди начинают приходить в себя. После чего открывается большая дверь. Откуда выходят солдаты в красной одежде и в черных масках, которые отличаются друг от друга. На одних маски с нарисованным кругом, на остальных четырехугольники-треугольник. В центре, в шаг вперед, среди солдатов делает который с четырехугольной маской и начинает приветствовать всех игроков. Генос понимает, что маски и рисунки на них определяют класс руководства. Солдат рассказывает им о правилах игры и о контракте, который заключили игроки, согласившись вступить в игру. Он говорит, что победитель получит 100 миллион долларов. После чего у всех глаза вылезли на лоб. Сайтама был в шоке, услышав эту сумму. Кат и Генос вместе с Кингом и остальными. Один игрок из зала вскрикнул и спросил, когда уже начнется игра. После чего руководитель сказал, что игра начинается прямо сейчас. И попросил всех игроков пройти за ним. Они направляются через тоннель на какое-то песочное поле с высокими стенами вокруг. И где в конце другой стороны находится огромная кукла под деревом. Все игроки вышли на поле, после чего двери сзади захлопнулись. Из колонок издался голос, который начал рассказывать об игре, в которую игрокам предстоит сейчас играть. Игра называется «Красный свет, зеленый свет». Игрок сможет добраться за ним в конце поля. Проходит игру. А тот, кто не сможет, выбивает из игры. У вас есть 10 минут. Удачи! Под игроками, которые не успевали остановиться после окончания музыки, неожиданно открывался люк, и они падали вниз. Тем самым, выбывая из игры. Геннесс? Сайтаба? Что это было? Нужно успеть перебраться, пока играет музыка. После того, как кукла поворачивается, нужно замерять. В противном случае, ты выбываешь из игры. А-а-а, и все? Хех, ладно. Кукла отворачивается и начинает петь. После чего, Сайтаба на высокой скорости за доли секунды оказывается за линией. Ведущий, наблюдавший за игрой, был в шоке от увиденного. Он знал, что Сайтаба физически силен. Но он не мог представить, что он еще и обладает невероятной скоростью. Так же офигели и остальные игроки, которые моргнуть не успели, как Сайтама оказался на другой стороне. Геннесс также полетел в другую сторону, захватив с собой Кинга, который не смог бы так быстро перебраться. А Бэнгу вместе с бомбом и Фубуки пришлось подождать, пока музыка опять заиграет и прекратится. Так как они не успели бы так же быстро перебраться. Проходит немного времени, и кукла начинает петь. После чего, Бэнг хватает Фубуки, и со всей скорости добирается к Сайтаме и остальным, как и его старший брат Бомб. Фубуки кричит от недовольства и говорит, что сама бы добралась. И как он посмел взять ее на руки? Но ведущий прервал их, сказав, что они прошли игру. Спустя некоторое время немногие игроки смогли перебраться за линию, но большинство выбыли из игры. Персонал провожает игроков во второй зал, где присутствует несколько разноцветных дверей. Ведущий говорит, что игроки могут выбрать любую дверь и встать напротив нее. После они должны зайти туда и пройти испытание, которое ждет за дверью, чтобы пройти в следующую игру. Игроки выбирают дверь и встают напротив них, как и наши герои, которые сделали то же самое. Интересно, а что нас ждет за дверью? Игра начинается. Внезапно двери напротив них начинают открываться. Что ж, Кинг, вот сейчас и узнаем. Перед ними открывается дверь в большой темный зал, куда заходят наши герои со многими игроками, которые решили пойти за ними, так как они узнали героев С-класса и своими глазами увидели, на что они способны. А некоторые посчитали, что нету смысла идти за сильными, так как они думают, что выигрыш зависит от каждого игрока. Итак, неожиданно в большом темном зале появляется свет, а после открываются огромные ворота, откуда выходят огромные и страшные монстры. Вот же чёрт, это ещё что такое? Монстры? Что они делают в игре? Похоже, нам нужно с ними справиться. Остальные игроки были безумно напуганы, увидев этих монстров. Но они обрадовали, что пошли за героями из С-класса и кричали, чтобы они поскорее уничтожили этих жутких монстров. Итак, перед вами монстры божественного уровня. В мире нету ни одного героя, который смог бы справиться с таким количеством монстров такого высокого уровня. Вы можете вступить с ними в бой, который, естественно, обернётся для вас неудачей. Но выход есть. Справа от вас на столе лежат клетки монстров, свет в котором вы станете намного сильнее. И после чего вы автоматически пройдёте эту игру. Да, он прав. У нас нет выхода. Да и паре героев из С-класса и Б-класса не справится с таким количеством монстров божественного уровня. Игроки от испуга подбегают к столу и начинают жрать клетки монстров. Идиоты, прекращайте есть эту дрянь! Вы ведь превратитесь в монстров! Вот же чёрт! Понятно. Значит, создателями игры является Ассоциация Монстров? Похоже на то. Теперь понятно, почему мы здесь единственные герои, а вы же С и Б-класса. Думаю, если бы не учитель, нас бы не позвали в эту игру и допустили нас к ней, потому что мы уже прибыли на место. И водитель не обратил на нас внимания. Наверное, из-за своей маски он не разглядел нас. Да и не мог он ожидать, что герои С-класса собираются на игру. Они создали эту игру как наживку, чтобы привлечь как можно больше людей и превратить их в монстров. В последнее время рост появления монстров увеличилось, как и число без вести пропавших людей. Думаю, это взаимосвязано. Как бы там ни было, я уничтожу этих клоунов в масках и остановлю эту грёбаную игру. Продолжение следует. Ууу, так ты посмотрел до этого момента? Красавчик. Спасибо большое, бро. Если хочешь материально поддержать мой канал, вот номер моей бантовской карточки. Спасибо большое всем, кто поддерживает меня. Это очень важно для меня и очень приятно. Спасибо. Всем пока, друзья мои. Субтитры создавал DimaTorzok